Спецдокладчик ООН призвал прекратить коллективное преследование Асанжа. Спецдокладчик ООН призвал прекратить коллективное преследование Асанжа. 14.37 РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, участники акции в поддержку основателя. Wikileaks, Джулиана Асанжа. РИА Новости, Джастин Гриффитс Уильямс, участники акции в поддержку основателя. Wikileaks, Джулиана Асанжа. Архивное фото. Москва, 31 мая РИА Новости Спецдокладчик ООН по вопросам пыток и жестокого обращения Нильс Мельцер после посещения Джулиана Асанжа в тюрьме призвал немедленно положить конец его коллективному преследованию Заявление Мельцера опубликовано на сайте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека В течение 20 лет работы с жертвами войны, насилия и политического преследования я никогда не видел, чтобы группа демократических государств собиралась, чтобы преднамеренно изолировать, демонизировать и жестоко обращаться с одним человеком такое долгое время, практически не уделяя внимания человеческому достоинству и верховенству закона Нильс Мельцер Спецдокладчик отметил, что что права основателя Wikileaks могут быть серьезно нарушены в случае его экстрадиции в США 6.59 Британские власти подвергают Асанжо психологическим пыткам, заявили в ООН Также он обеспокоен предъявлением новых обвинений Асанжо американским менюстам по делу о шпионаже, по которому ему может грозить до 175 лет тюрьмы Это также может привести к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение или даже, возможно, смертной казни, если в дальнейшем будут добавлены новые обвинения, отметил он По словам спецдокладчика, у Асанжо нет доступа к документам по делу, что мешает ему подготовить собственную защиту, а посещения адвокатов ограничены по времени Накануне стало известно, что основателя Wikileaks перевели в медицинское отделение тюрьмы Белмарш Мельцер заявлял, что британские власти подвергают его психологическим пыткам 24 мая, 10.46 Момент истины Судьба Асанжа покажет, остались ли шансы у свободы Словаясь ли основатель Wikileaks Джулиан Асанж попадет в США, на свободу он никогда уже не выйдет Впрочем, Британия может его не выдавать И это покажет, осталось ли в нашем мире место правде Дело Джулиана Асанжа Асанж стал известен благодаря публикациям, разоблачающим действия США во время военных операций в Афганистане и Ираке Он также опубликовал материалы об условиях содержания в американской тюрьме Гуантанамо на Кубе В 2010 году в Швеции его обвинили в сексуальных домогательствах и изнасиловании Асанж отрицал эти обвинения С 2012 основатель Wikileaks скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне Утром 11 апреля 2019 года Асанжа задержали по ордеру, выданному в 2012 за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и Соединенных Штатов Или к 11,5 месяце тюрьмы за нарушение условий выхода под залог На прошлой неделе власти США предъявили Асанжу новое обвинение в шпионаже и раскрытии секретной информации Теперь ему грозит до 175 лет лишения свободы Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналистов Штаты 24 мая, 11.10 политолог Асанж уничтожил большого брата организация Wikileaks заявила, что новое обвинение со стороны США в адрес ее основателя Джулиана Асанжа Это конец свободы прессы Политолог Леонид Крутаков в эфире радио Sputnik Высказал мнение о том, в чем заключается на самом деле вина Асанжа перед США Продолжение следует...